Шумиха вокруг взрыва на улице Минской областного центра не утихает. Буквально каждые полчаса поступает новая информация. Чтобы лично убедиться, как чувствуют себя пострадавшие и какую помощь им оказывают власти, в понедельник на место трагедии прибыл заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Николай Овсиенко. Вместе с губернатором они осмотрели разрушенную двухэтажку. Без преувеличения можно сказать, что пострадавших в трагедии стало больше, когда городские власти признали дом аварийным. В результате обрушения части дома без крова остались 22 жителя. Принято решение о сносе. Постройку начала 60-х годов сотрут с лица города, как только работу на месте завершат следователи. Они обещали закончить в течение суток. Перед домом с утра выстроились жители. Спасатели обещали разрешить им доступ в здание, чтобы забрать уцелевшие вещи. Разрешение было получено. Выносить предметы интерьера, одежду и технику жителям помогают сотрудники МЧС. Губернатор отметил, что в ближайшее время все пострадавшие получат материальную компенсацию. Семьям погибших по 150 тысяч из каждого бюджета, по 300 тысяч, мы по 100 тысяч пострадавшим семьям. По 10 тысяч выплатим сейчас немедленно. Все выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Всех, кто в этом доме владел квартирами, будем их обеспечивать за счет городского фонда жильем. На время, пока им не будет предоставлено жилье, им будет оплачена аренда. Шестерым пострадавшим предоставлено жилье в гостинице Иваново. Одноместные и двухместные номера со всеми удобствами. Жители Минской также обеспечены горячим трехразовым питанием. Постоянно дежурит психолог МЧС. Острых стрессовых реакций не было, но люди, конечно, были в шоковом состоянии, особенно те, у кого пострадали очень сильно квартиры. Построматическое стрессовое состояние, оно где-то наступает через неделю. Но у каждого человека по-разному, в зависимости от психики, от нервной системы. Поэтому, да, возможно, наступит. Причину трагедии следователи пока не обнародуют, указывая расплывчатую формулировку – утечка газа. Но уже ясно, что взорвавшийся котел давно выработал свой ресурс и подлежал замене. Сколько еще таких котлов в городе – вопрос открытый. Как не допустить повторения трагедии? На оперативном совещании обсудили представители силовых служб и члены регионального правительства. Единогласно приняли решение – начать проверку всех газовых хозяйств города. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивановской области примет решение о внеочередных проверках, особенно тех квартир, в которые не смогли войти контрольные службы проверяющие. Ну, скажем, один, два, три раза. Такие тоже есть. Поэтому с них начнем. Составить план для экстренных целевых проверок помогут сотрудники соцслужб и офицеры ОМВД. В группе риска прежде всего одинокие пенсионеры и неблагополучные семьи. Из 1600 домов, проверенных недавно газовщиками, жильцы 20 тысяч квартир двери не открыли и от помощи отказались. Губернатор отметил, непроверенные квартиры – это потенциальная угроза, и попросил жителей города с пониманием отнестись к подобным проверкам. После аварии было отключено от газ еще 9 домов такого же типа. И когда газовщики пошли включать эти дома, их тоже во многие квартиры не пустили. И когда с помощью участковых, пользуясь режимом чрезвычайной ситуации, вошли именно в этих квартирах, были те или иные нарушения. Также Павел Коньков отметил, что жители могут и должны сообщать властям адреса, которые вызывают у них опасения. Службы немедленно примут меры. В областной больнице врачи продолжают бороться за жизни четырех пациентов. Двое находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще одного сегодня переведут из реанимации в общую палату. На настоящий момент врачи особенно опасаются за жизнь одного мужчины. Хирургам отделения сочетанной травмы совершить чудо, потому что, конечно, оперировать пациента, у которого сочетаны множественные травмы, сломаны 8 ребер, порвано практически легкое, разрыв печени, массированное внутреннее кровотечение, множественные переломы костей таза, конечностей и так далее. То есть, практически человека вытащили с того света. В связи с трагедией на улице Минской открыт расчетный счет по оказанию финансовой помощи пострадавшим гражданам. Реквизиты вы сейчас видите на экране. Также работает пункт сбора гуманитарной помощи. Пострадавшие нуждаются в комплектах постельного и насельного белья, полотенцах, одежды и обуви, средства гигиены, посуды. 8 ноября официально объявлен в регионе днем траура.